Более 30 заявок с видеороликами претендентов на роль телеведущих пришло к нам в редакцию. Каждый решил показать себя во всей красе. Юные дарования пели. Овечки, коровки, склоняя свои головки. Читали стихи, представляя отличную дикцию. Мы надели босанушки на высоких каблуках, ковыляем по дорожке полки лыжные в руках. Танцевали, садились на шпагат. Пока! А некоторые пускали в ход всё своё обаяние. Чувство телеведущих представляет. И вот все в один день собрались в редакции телеканала «Видное ТВ». Самое время познакомиться, что называется, онлайн. А это у нас как девочка зовут? Маша. Маша. А Маша сколько лет? Семь. Так, мы всё выяснили. У нас Маша и Стёпа старше всех. Сначала небольшое общение в группе, а после с каждым индивидуально в студии. Поэтому важно настроить ребят на диалог, чтобы под софитами и глазом видеокамеры не было страшно. Впрочем, трусишек среди пришедших не оказалось вовсе. Говорили о самом разном. О погоде, о весне, которая вот-вот наступит. О телевидении. Как люди попадают в телевизор? Не знаю. Их снимают. Снимают. Пока телевидение и для Вари Востриловой, и для большинства других ребят тайно покрытое семью печатями. Почти все они впервые в телевизионной студии. И понятие ведущего или ведущей для них тоже не очень-то ясно. Хотя каждый и претендует на это звание. Какой он должен быть ведущей? Не бояться камеры. Это такой человек, который рассказывает о всем, о чем его попросили. Ученым. Ученым. Замечательно. Он должен уметь разговаривать с людьми. Я хотела бы вести телепрограммы и детские передачи. Настя Корнеева уверена точно, что ей, как телеведущей, кроме красоты, пригодятся и другие важные качества. Умные. Так, еще. Я слушаюсь еще мам. Станут их дети в будущем журналистами или нет, пока рано загадывать. Многие родители считают, что подобный опыт важен для развития их ребенка. Ведь каждый находит своего малыша талантливым. Внешность моего ребенка, как она разговаривает. Ну и вообще, как бы на будущее, мне кажется, это полезная практика такая. Даниэль Басилий – один из тех претендентов на роль ведущего в нашем проекте. Кто точно знает, в будущем он станет репортером. Как папа. Много о чем знает. Он любит поговорить, он любит почитать. Он может поддержать какую-то тему, разговор. И он любознателен. Это важно в первую очередь. То есть он здесь не случайный человек? Здесь? Нет. Думаю, что не случайный. Будет это доказывать, наверное, посмотрим. Мне кажется, что не случайный. Конечно, в столь юном возрасте сами дети еще не всегда принимают решение об участии в подобных проектах. Хотя главное, как считают родители, желание ребенка. А потом уже собственные амбиции. Мама предложила, Полина согласилась попробовать. Полина Евсеева уверена, что смогла бы стать ведущей новостей. Надо не бояться камеры, не бояться провала, не бояться то, что тебя там как-то наругают, за то, что ты что-то неправильно сделал. Ругать за то, что кто-то неправильно сказал, у нас на телевидении точно не станут. Каждый участник кастинга оставил в наших сердцах добрые воспоминания. И хотя не все прошли отбор, кому-то просто еще надо подучиться рассуждать. Опыт, о котором говорили родители, получил каждый. Татьяна Брылова, Владимир Андреанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.